Исследователь в области музыкотерапии Михаил Казенник рассказал сочинцам, как можно через музыку сформировать положительное социальное самочувствие в обществе, создать устойчивое состояние оптимизма у сотрудников социальной сферы, кто особенно подвержен стрессовым ситуациям. Среди слушателей были педагоги, работники культуры, здравоохранения, руководители предприятий и учреждений, представители городской и районных администраций, все те, кто готовит Сочи к Белой Олимпиаде. Нам очень важно, чтобы микроклимат в нашем олимпийском городе, который собирается встретить 22-е зимние и 11-е паралимпийские игры в 2014 году, чтобы мы действительно подготовили город. Город стал гостеприимным, город стал удобным для проживания и чтобы потом эти программы в постолимпийском наследии работали. Михаил Казенник широко известен в музыкальных и научных кругах Европы и России, член Международной ассоциации писателей и публицистов. Общественный деятель. Он создал в разных странах детские школы радости, научил взрослых жить в атмосфере любви и добра через любовь к искусству, музыке, поэзии и просьб. Если они сегодня удивятся, если они вдруг испытают, как они часто говорят, необычайные, вроде бы немотивированные чувства радости и выйдут с какой-то энергии. Вот энергии, деятельности, энергии по отношению к детям, по отношению к друзьям, по отношению к близким, по отношению к городу, по отношению к эстетике, к красоте. Я буду рад. В ходе психологического тренинга звучали стихи Пушкина и классическая музыка. По словам Михаила Казенника, он старался достучаться до сердца слушателей и вызвать в них желание передавать чувства радости другим людям. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ